Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня в центре нашего внимания очень поэтичное сочетание музыка и самолеты. В студии Екатерина Орлова и Михаил Кириллов. У нас в гостях Наталья Миллер, сотрудник Международного отдела Новосибирской филармонии, и Александр Осокин, руководитель аэродрома Мачище. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро! Ну, завтра будет у нас уже концерт, да, в КАЦ. Расскажите немножко поподробнее, что приготовили. Куда приглашаем людей, да? Что приготовили, да, что там будет. Кому приходить? Ну, я думаю, сначала Наталья Миллановича. Ну, давайте. Приходить всем, как всегда, как на все наши концерты. Единственное, что сразу хотим предупредить, что здесь будет сочетание и кино, и академической музыки. То есть симфонический оркестр, наш любимый на сцене, играет. Играют совершенно прекрасные, любимые, те, которые на слуху, те, которые в памяти, те, которые на все возраста и социальные статусы композиции. А в это время под эту музыку, тика в тику, аккорд в аккорд, так в такт, играют, летают, вернее, самолеты. Прям в КАЦах? Прямо в КАЦах? Ну, летают они на большом экране, но это абсолютно реальная история, потому что буквально несколько месяцев назад на аэродроме Мачеща состоялся очередной замечательный авиационный праздник. В этом году он назывался, в ушедшем году. Взлетаемый край родной. Взлетаемый край родной, да, потому что организаторы, они всегда каким-то образом дают названия. То есть разные названия всегда. Разные названия, да. В позапрошлом году это было посвящено... Это и первый полет, это и крылья Родины. Каждое название чему-то посвящено. Вот прошлый год это было посвящение 80-летию Новосибирской области. Да, и так совпало, что 80-летие Новосибирская филармония тоже отмечала, поэтому, в общем, мы тут прямо в одну дудку, что называется. И прекрасно это все было, и уже четвертый раз у нас сотрудничество именно в таком характере, в таком плане, хотя сами авиационные праздники проходят у нас в области гораздо раньше. Ну, давайте тогда поподробнее сначала о празднике в свежем воздухе. Как вообще репетируется, как музыканты подстраиваются под пилотов или наоборот, как это происходит? Да, и сам. Или это экспромт? Это репетируется, но репетируется по отдельности. Мы выдаем музыкантам наши пожелания. Мы в голове придумаем, наверное, это каждый в голове придумывает, под какую музыку может летать тот или иной самолет или тот или иной вертолет. Ну, это значит фантазия. Фантазия, наверное, устроительная фантазия, тот, того, кто это придумывает. Ну, по крайней мере, это была наша фантазия, да? Салет. Вот, и мы придумываем, если под планом, значит, была такая свободная должна быть, спокойная музыка. Если это самолет реактивный, то это, может быть, музыка такая более серьезная. Ну, по крайней мере, это фантазия в голове. Вот. Естественно, это идут репетиции. Репетиции, наши репетиции, самолетные перед праздником, они, естественно, проходят на аэродроме. Репетиции... Оркестровые. Оркестровые проходят в зале. Вот. Но, по крайней мере, мы им выдаем наши пожелания, и они под эти пожелания, они под эти произведения уже проводят репетиции свои. Причем мы к этому пришли вот за 4 года, когда у нас уже, ну, практически, ну, такое совпадение бывает, что, знаете, прям за душу берет, и глаза полный слез. Потому что изначально, насколько я помню, вот 4 года назад, то есть был просто подбор произведений и подбор летной программы, да, и там совпало-не совпало, попало-не попало. Да, как пойдет, да. Да, как пойдет. И я говорю, так, как я веду, и для меня первое, вообще, первый самый год. К вам начали подходить и спрашивать, что это такое? Нет, никто ничего никогда, вот что это такое не спрашивает. Все говорят, наоборот, как круто, как здорово, как прекрасно, а будет ли еще? Так, может, и не стоило заморачиваться. Нет, вы знаете, нет предела совершенства, тем более, если есть примерное очертание, как можно сделать лучше. И когда мы поняли, что можно совместить, то вот это здорово, потому что Александр Николаевич, как знаток музыки, и как знаток того, какая техника летает, как она звучит. Потому что у меня было написано, летит такой-то самолет, у меня вот такими буквами, громко. Это значит, что я там оркестру даю какие-нибудь отмашки, и оркестр, например, ну, просто затихает, да, или делает паузу, или как-то. Потому что если мы что-то можем как-то двигать, оркестровую программу музыкальную, то, поверьте мне, такой плотный, посекундно расписано. Если бы вы видели эти графики, которые в летной рубке, руководитель полета, там, этот на взлет, этот на разворот, этот готовится, этот сюда. То есть вот такие простыни, и где что, это очень сложно понять. И вот это, конечно, формируется тоже в последний момент. Поэтому вот, как правило, ночь перед праздником мы вдвоем у компьютера, там, это все сочиняем и так далее, подгоняем. Потому что до последнего иногда у нас всегда украшением программы, ну, как не украшением, а такой мощной, да, точкой, у нас, как правило, получается у Александра пригласить наши знаменитые российские летные группы. Но об этом, как вообще к этому приходят, это вот к нему, потому что это огромные сложности, это договора на уровне правительства, насколько я понимаю. Ну, в общем-то, Наталья задала вопрос. Да, сделала нашу работу. Я думаю, что это вообще сложно, особенно пригласить пилотажные группы ВКС. Вот, это действительно уровень не только правительства, а и Министерства обороны. Вот, и на этом уровне задействованы те люди, которых, ну, я предпочитаю молчать, потому что... О, тайны, да? Да, большое уважение, да, большое уважение, потому что иногда получается, что пилотажная группа ВКС, мы можем узнать, что они придут к нам, ну, буквально за неделю. И потом мы снова верстаем эту программу, потом снова переделываем наши авиационные планы, вот, авиационную программу, вставляем, переставляем, и опять переставляем музыку. Ну, вот, это достаточно сложно. Если бы это все было известно, скажем, за полгода вперед, наверное, это было бы проще. Ну, а что касается нашего сотрудничества, да, ну, во-первых, симфонический оркестр, классическая музыка нигде еще не звучала в сопровождении, нигде эти самолеты не дали под симфоническую музыку, да? Под живую симфоническую музыку, не под фонограмму, не под запись, а вот под... Вот, поэтому представьте, 100 человек на сцене играют, под... играют и сопровождают выступления, номера пилотажных самолетов, вертолетов, групп, вот, но это очень интересно. В России такого не было, да и в мире такого не было, а у нас такое есть, к счастью. Вот, поэтому это нечто такое наше ноу-хау. А пилоты знают, под какую музыку они летают? Они знают, но... и они не слышат этого. Ну, они хотя бы догадываются, какой ритм у них, там, что... Конечно, ритм, он и есть, тот ритм, музыку, которую мы выбираем, мы выбираем именно под тот ритм, который они будут исполнять. Вот, но частью вот этого вот нашего концерта еще и было бы желание, чтобы летчики, участники этого мероприятия, те, которые летают, они посмотрели на себя и послушали действительно живую музыку без рев моторов, двигателей и прочего. То есть, в абсолютно спокойной обстановке. Ну, собственно, для этого в конце и проводятся. Да, то есть, это и для них тоже, и для главных героев, собственно, вот этого праздника. Кстати, может быть, мы тоже посмотрим. Предлагаю посмотреть отрывок из клипа, да, давайте сейчас к этому и поступим. Насладимся. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы продолжаем наш канал. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что мы вас всех зовем в филармонию завтра. Будет уникальный концерт, где исполнители главных ролей, то есть пилоты, будут находиться прямо в зале. В зале будут находиться и зрители одновременно, и артисты. И наблюдать за собой же, да. Да. Ну, расскажите, как это будет происходить. Вообще, пилоты знают, что их позвали туда? Может, мы сейчас их как раз и пригодим. Может быть, они только сейчас узнали? Да. Ну, вот они, по сути, выполняют хореографию, да, вот, получается, в этом, как бы, в этом событии, да. Ну, конечно, на самом деле у каждого, это, конечно, Александр должен отвечать, но сразу же я. Отвечает Александр? Да, пожалуйста. Да, у каждого пилота есть программа, с которой он выступает, потому что, как мы уже говорили, есть очень четкий минутаж, и выйти за пределы невозможно, потому что летят уже следующая группа. Причем, знаете, если бы это все они с одного места стартовали и в одно место бы садились, можно было бы договориться. Ничего подобного, потому что сверхреактивный наш, да, самолет, наша техника, она летит, например, с аэродрома завода Чкалова или из Толмачева. Вот представьте, да, то есть где как. И вот они вылетели оттуда, и никого не интересует, что ты не успел докрутить там фортель или какую-нибудь полубочку. Ничего подобного. Но, как правило, конечно, программы есть у каждого, и хореография, потрясающие трюки, которые там народ, тысячи человек, я не знаю, мы в этом году рекордно по сравнению с предыдущими годами дошли. Ну, вот с технической точки зрения, конечно, к маэстро вопрос. Ну, по зрителям, конечно, но очень много. Говорить о том, что сколько тысяч, мне кажется, это как-то неэтично, если посмотреть, а у нас на экранах тоже будет показано, показано, наверное, в убыстренном варианте количество пребывающих зрителей, да. И те, которые вот находятся в зале, они вживую увидят, ну, вживую яме на экране, они увидят сколько, на какой площади, сколько... Может быть, даже себя увидеть? Может быть, даже себя увидеть, потому что мы это тоже будем показывать. Но в части музыки, да, я думаю, что авиация – это музыка тоже по-своему, и это разная музыка. И только музыку, которую мы хотели показать относительно этих номеров, если у нас получилось, да, я думаю, это будет замечательно. Если зритель почувствует, что это так и есть, это будет в унисон, это будет замечательно просто. Значит, мы думаем вместе со зрителями, вот. Что касается программы, конечно, Наталья правильно сказала, вылетающая пилотажная группа из Толмачева, она уже знает, в какую минуту она должна участвовать в этом мероприятии, в этом празднике, и она прилетает минута в минуту. Вот, в это время уже все сидят и ждут пилотажную группу. Пилотажная группа улетает, в это время взлетает другой самолет, он показывает. То есть, пауза между выступлениями абсолютно минимальная. То есть, если нормально, то не больше минуты. Вот, возникают какие-то проблемы, но мы стремимся к тому, чтобы паузы были практически минимальны, чтобы зритель не успевал соскучиться и музыкой, и выступлением. А, кстати, какая музыка прозвучит? Та же самая будет в катце, что и в Мочище. Ну, конечно. То же самое. То есть, пилотажы реально будут слышать то же самое, что и... Ну, конечно. Причем я вам хочу сказать, и также всем зрителям, которых мы ждем завтра на концерт, что будут уникальные кадры. То есть, это не только съемки с земли, это будут съемки изнутри кабины самолетов. То есть, пилотажа и сигналы. Когда наши пилотажные группы в таких просто геометрически невероятно точных процессах. И это все только зрительный контакт. Потому что никакие координаты, тут вот крылок к крылу, оно не будет. Потому что мы когда смотрели, я говорю, ну как они это делают? Только вот налеты, навыки, тренировки. Ну, а музыка какая все-таки будет? Какое у вас отображение? Красиво, да, красиво. Да что же вы не хотите никак раскрывать? Музыка будет из... Приходите, приходи завтра, и узнаешь. Да, музыка будет из замечательных советских кинофильмов. Это «Из бой идут одни старики», «Мебе ночные ведьмы». Это будут наши песни и Арноба Баджаняна, и Муслима Магомаева. Будут у нас и вокалисты петь наши филармонические солисты, приглашенные. Алексей Крыжановский, солист оперного театра, который не первый год уже с нами сотрудничает. Что все очень... И камерный хор будет, хоровая капелла, да, то есть с композицией «Журавли», которая всегда щемит сердце, потому что мы вспоминаем о героях и наших земляках, которые внесли огромный вклад вообще в историю нашу, в гордость и летную, и музыкальную. А как вы считаете, как пилоты, посмотрев на себя, как отреагируют? Будет ли самокритика? Эх, не довернул-то! Конечно, конечно, критика будет. Я уверен, скажут, а зачем ты это показываешь? Вот мы здесь немножко неправильно сделали, и взгляды изнутри, как сказала Наталья, камеры, которые поставлены изнутри, они тоже будут показывать летчика, который летает. Он, может быть, тоже, когда на себя посмотрит, скажет, зачем ты зрителям это показал, потому что перегрузки. Многим будет казаться, что, допустим, человек, который там летает, он улыбается, а он улыбается от перегрузок. А он в шоке, просто не может у него там лицо... Он не в шоке, потому что для него это работа, для него это удовольствие. Но в любом случае, это перегрузки, они накладывают, скажем, свой макияж и свой массаж на лицо. Но в дополнение, все-таки этот праздник, наш праздник, длится примерно 5 с лишним часов, наш авиационный праздник. Он начинается неофициально, скажем, в 9 часов, официально в 10.30 примерно, и заканчивается далеко за 14 часов. И во время этого праздника люди, которые устают, они ротируют, они приходят, уходят. То есть есть возможность посмотреть всем. И на нашем празднике, мы, как правило, Наталья правильно сказала, это исторические, хроникальные будут кадры. Почему они будут? Потому что у нас очень достаточно техники, участвующие на этом мероприятии, которая реитета, которая техника военных лет. И мы для этого и делаем наше мероприятие, и даже делаем посвящение в нескольких номерах вот этим людям. Ну, предлагаю еще немножечко поностальгировать и посмотреть отрывок клипа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, посмотрели потрясающий клип. У нас в гостях были авторы, собственно, этого произведения. Наталья Миллер, сотрудник Международного отдела Новосибирской филармонии, и Александр Осокин, руководитель аэродрома Мочище. А завтра у нас в гостях будет творческая группа из театра Старый дом, а вечером, еще раз напоминаю, мы всех вас ждем в концертном зале имени Кацца.